Чудесного дня! С вами Юлия Воронина. И в этом видео я расскажу вам одну очень интересную и очень эффективную технику для исполнения желаний. Называется она треугольные желания. Почему треугольные желания? Почему и не квадратные или круглые? Все просто потому, что именно треугольники играют ключевую роль. В этой технике мы с вами будем делать треугольники разных цветов, будем писать на них наши желания и будем с ними работать. Потому что именно треугольные формы являются очень хорошим проводником к высшим силам. Для того, чтобы воспользоваться этой методикой, нам понадобится бумага или картон разных цветов. Если вы будете использовать бумагу, то, пожалуйста, выбирайте такую, которая более-менее плотная. То есть это бумага для черчения, либо это бумага, которая используется для печати фотографий на принтер. То есть тоненькая бумага здесь не подойдет. То есть вы можете уже изначально взять цветную бумагу, либо цветной картон, либо вы можете взять краски и потом просто раскрасить красками в нужные цвета. Что касается меня, то лично я предпочитаю все раскрашивать от руки. В этом есть какая-то особая магия и это делает ритуал еще более сильным. Второе, что нам будет нужно, это ручка или фломайтер, которыми мы будем писать наши желания. Но такой маленький момент, они должны быть новые. То есть вы должны их купить именно для этой техники и нигде, кроме как здесь, вы их использовать не должны. Кроме того, нам понадобится красивая папка, либо магнитный альбом. Туда мы будем складывать наши треугольники. Еще один важный момент, это 12 разных наших фотографий. На фотографиях мы должны быть счастливыми, мы должны быть улыбающимися. И чем фотография будет новее, тем будет лучше. Вообще в идеале фотографироваться именно для этой техники. Ну и здесь важный момент заключается в том, что в момент фотографирования вы должны быть веселые, довольные, счастливые, улыбающиеся. Если в данный момент в вашей жизни происходят не очень хорошие события, и заставить себя быть улыбающимся и счастливым у вас не получается, то тогда насиловать себя не нужно. И в этом случае лучше использовать старые фотографии. То есть лучше использовать фотографии чуть постарше, но там, где вы действительно были довольны и счастливы, и улыбающиеся. Следующий важный момент, это хорошее настроение. Без него ритуал работать не будет. И шестой пункт, это антураж. То есть если вы любите антураж, если вам нравится, когда горят свечи, когда играет легкая, приятная музыка, то все это можно использовать для ритуала. Но не обязательно. То есть в данном ритуале, в данной технике антураж, он по желанию. Если хотите, это будет дополнительным бонусом. Если не хотите, то тогда и не нужно. Следующий важный момент, когда же мы с вами будем проводить данный ритуал. На самом деле это зависит от ваших желаний и от того, на какой период вы хотите их загадать. То есть если вы хотите работать желаниями на ближайший год, то ритуал лучше всего делать в начале года. Осталось только понять, что же такое начало года. И на самом деле здесь есть два варианта. Во-первых, можно применять эту технику в январе. То есть январь, это первый месяц года по обычному нашему календарю. Второй вариант, это использовать Новый год по лунному календарю и использовать его первые две недели. Например, в 2013 году это период с 10 по 24 февраля. В 2014 это период с 31 января по 14 февраля. И в 2015 это период с 13 февраля по 5 марта. То есть вы можете выбрать либо обычный Новый год, сделать технику в январе, либо вы можете подождать начало лунного года и сделать ее тогда. Разницы по эффективности здесь нету. Просто немножко сдвигаются сроки. Конечно же, если вы не успеваете сделать эту технику именно в эти дни, ее можно будет сделать и потом. Но после середины апреля эту технику использовать уже не имеет смысла. Она уже не успеет сработать в полную силу до конца года. И в конце года мы желание сжигаем, мы сжигаем наши треугольники и потом делаем новые на следующий год. И опять же, здесь встает вопрос, что же такое конец года. Если мы с вами делали эту технику в январе, то тогда для нас конец года это конец декабря. Если же мы делаем эту технику по лунному календарю, то тогда конец года немножко сдвигается и конец года это последние две недели по лунному календарю. Если же мы хотим загадать желание на более длительный период, то есть на два года, на три года, на пять лет, то тогда на время можно не смотреть. Вы можете делать его абсолютно в любое время, которое вам больше нравится, которое вам захочется и когда у вас будет вдохновение. Но такой очень важный момент, можно выбрать только один вариант ритуала. То есть вы либо делаете ритуалы на год и делаете его каждый год в начале года, либо вы делаете его для более глобальных желаний и на более длительный период. Ну и конечно же для проведения ритуала мы выбираем хороший день и хороший час. Как мы это делаем? Мы смотрим в наш ежедневный календарь, который есть у всех наших подписчиков. Если по какой-то причине у вас его нету, напишите нам письмо и мы вам его пришлем. И в календаре мы выбираем хороший день и хороший час. Повторю, что хороший день и хороший час мы выбираем для начала ритуала. Почему я говорю именно для начала? Потому что сам ритуал он растянут по времени. Сам ритуал состоит из 13 основных шагов. И вообще в идеале его нужно проводить 13 дней подряд. То есть именно так он будет работать наиболее эффективно. Но это не обязательное правило. Это скорее дополнительный бонус, дополнительное усиление. И вы вполне можете выбрать свой темп работы, свой темп проведения данного ритуала. Но такой важный момент, что между шагами не должно проходить более 48 часов. И промежутки времени между каждым шагом должны быть хотя бы примерно одинаковыми. То есть при желании вы можете сделать ритуал за один либо за два дня, пополняя каждый шаг за час либо за два. Но нельзя сделать первый шаг через час, сделать второй шаг, а через день сделать третий шаг. То есть рассчитывайте, пожалуйста, свои силы, свое время и соблюдайте, пожалуйста, это правило. Но вообще на самом деле спешить в ритуале не нужно. Будет очень хотеться сделать его как можно быстрее, буквально за пару дней, но такого делать не нужно. В принципе, чем больше дней займет сам ритуал, чем сильнее, тем сильнее он будет работать. Поэтому опять же, в идеале его делать 13 дней подряд. И еще такой важный момент. Выполнение каждого шага обязательно. Когда мы будем работать с треугольниками, для некоторых нужны будут очень специфические желания. И порой будет очень хотеться этот шаг пропустить и не делать. Но техника работает только тогда, когда вы проходите каждый шаг, когда вы проходите все 13 шагов. Если вы какой-то шаг не выполняете, то, к сожалению, вся техника работать не будет. Итак, шаг первый. В хороший день и час мы вырезаем из бумаги или картона 12 равнобедренных треугольников нужных цветов. На всякий случай на картинке нарисован равнобедренный треугольник, чтобы вы чуть-чуть вспомнили, как же он выглядит. Если мы с вами использовали не цветной картон и не цветную бумагу, то тогда мы должны раскрасить треугольники красками. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что на этих треугольниках мы с вами будем писать наши желания. И наши желания можно будет писать только на цветной стороне. Поэтому, если у вас желаний много, то имеет смысл раскрасить треугольник с двух сторон. Как показывает практика, обязательно будет такая ситуация, что для каких-то треугольников желаний будет много, и одной стороны может не хватить, а для других, дай бог, чтобы одно появилось желание. Но, несмотря на это, мы либо делаем все треугольники двусторонними и раскрашиваем либо все с двух сторон, либо мы все раскрашиваем только с одной стороны. Размер треугольника вы выбираете сами, но не стоит его делать очень маленьким и не стоит его делать больше, чем формат А4, потому что мы должны потом положить его в папку. И какие же нам нужны будут треугольники? Нам понадобится три красных треугольника. Один оранжевый треугольник, один желтый треугольник, один зеленый треугольник, один голубой треугольник, один синий треугольник, один фиолетовый треугольник, один розовый треугольник, один белый треугольник, и один золотой треугольник. То есть всего нам с вами нужно будет сделать 12 треугольников. Обратите, пожалуйста, внимание на белый треугольник. Если вы будете открашивать треугольники от руки красками, то даже белый треугольник раскрасить нужно обязательно белой краской. То есть по текстуре все треугольники должны быть одинаковыми. Единственное исключение может составлять это золотой треугольник, потому что не всегда можно найти золотой картон и не всегда можно найти золотую краску. Тогда в таком случае можно взять какие-нибудь золотые блесточки и просто нанести их на, например, желтый треугольник. То есть еще раз повторюсь, все треугольники по текстуре должны быть одинаковыми. Исключение это золотой треугольник. Он может отличаться. Когда мы вырезали наши треугольники, мы их отложили сушиться, либо мы их сложили в сторонку, и в этот день мы ничего больше уже не делаем. И переходим ко второму шагу. И сразу важный момент. Между первым и вторым шагом должно пройти минимум 12 часов, а лучше 24. То есть помните, я рассказывала о том вначале, что между каждым шагом должно проходить примерно одинаковое количество времени. Так вот, исключение это первый и второй шаг. То есть какой бы вы темп не выбрали дальше, между первым и вторым шагом нужно обязательно выдержать интервал 12, либо 24 часа. Итак, что же мы делаем вторым шагом? Мы берем наш первый красный треугольник. Ближе к верхушке мы размещаем свое улыбающееся фото. И под фото мы пишем наши желания, которые связаны с отношениями в семье и с нашими родственниками. То есть с нашими родителями, с нашими детьми, с нашими бабушками, дедушками. То есть со всеми членами внутри нашей семьи. Желания, связанные с отношениями с другими людьми, сюда не пишем. Если мы замужем и у нас муж семья, то тогда без проблем мы сюда пишем и мужа, и отношения с мужем. Если же мы просто с кем-то встречаемся, то в данный сектор, то в данный треугольник мы-то желания не пишем. У нас потом будет еще один, связанный с любовью, и тогда туда желания нужные можно будет написать. При написании желаний очень важно соблюдать все правила постановки и написания целей. Какие же это правила? Во-первых, желание должно быть написано в настоящем времени. То есть мы не можем написать «я купил себе машину» или «я куплю себе машину». То есть эти желания, они неправильные, они не сбываются. Мы всегда пишем «я покупаю себе машину», «я покупаю себе вертолет», «я выхожу замуж», «я рожаю ребенка» и так далее. Второе важное правило – мы пишем желание без слова «хочу». То есть чаще всего все пишут «я хочу выйти замуж». Кстати, желания «хочу» сбываются моментально, мгновенно и всегда. То есть, например, вы написали желание «я хочу выйти замуж». Прошел год. Вы читаете свое желание «я хочу выйти замуж». Но на самом деле желание стопроцентно сбылось. Вы по-прежнему хотите выйти замуж. Поэтому слово «хочу» пожалуйста не используйте. Желание должно быть с конечной даты. То есть если мы составляем наши треугольники на год, то тогда даты мы не пишем, если это не критично. То есть бывают такие ситуации, когда желания нужны именно конкретному времени. Но если мы делаем желание на более долгий период, на более длительный срок, то тогда обязательно наличие конечной даты. То есть мы же не хотим выйти замуж через 5 лет. А мы хотим выйти замуж через полтора года, через два года. Но не через 5, не через 10. Поэтому обязательно должна быть конечная дата. В желаниях не должно быть частички «не». В желаниях не должно быть частицы «не». То есть желание «я не хочу быть бедным», «я не хочу быть болеть», «я не хочу быть больным», «я не хочу жить без любви» и так далее. И кейс желания писать не стоит, потому что частица «не» она почему-то миром не воспринимается и исполняется желание буквально. То есть «я хочу болеть», «я хочу быть бедным» и так далее. Следующий момент. Желание должно быть истинным. То есть это должно быть именно ваше желание, именно то, что хотите вы. Не то, что хочет мама, не то, что хочет муж, либо дети, а то, что хотите вы. Желание должно быть направленным на себя. То есть, к сожалению, мы не можем загадать желание за наших родителей, наших мужей и так далее. То есть мы не можем написать желание «мой муж отлично зарабатывает». Мы можем только написать, что мы помогаем нашему мужу больше зарабатывать. Вот такой момент мы написать можем. И желания должны быть этичными, то есть они не должны вредить другим людям. Когда мы написали наше желание с использованием всех этих правил, то внизу мы пишем мантру «лам» и далее мы должны активировать наш треугольник. То есть эта техника чем-то по специфике напоминает создание рун Соломона, когда мы нарисовали рону и потом ее активируем. То есть это единственное, что эти техники объединяет. У них совершенно разные принципы действия, но тем не менее какое-то сходство все-таки есть. Так как же мы активируем? Мы делаем что-то доброе и хорошее для наших близких людей. Мы говорим им, как сильно мы их любим. Можно подарить маме букет цветов, купить папе, ну не знаю, бутылочку пива, которую он любит или еще что-нибудь. Можно пригласить родителей, либо братьев, сестер, бабушку, дедушку в какую-нибудь кафешку посидеть. Можно поехать к бабушке и постирать ей шторы, либо помыть посуду. То есть вы выбираете что-то для себя. Ну вот такой важный момент, чем больше количество близких людей вы что-то хорошее сделаете, тем лучше. То есть не нужно ограничиваться только родителями, либо мужем, либо детьми. То есть можно всем обзвонить, всем рассказать, как сильно мы их любим, как мы сильно по ним скучаем. Это тоже будет активировать наш треугольник. И в этот же день будет очень многоприятно взять и покормить птиц. То есть мы делаем что-то доброе нашим близким и мы кормим птиц. И в течение всего дня будет полезно повторять эту мантру вам. То есть не нужно ее повторять именно 108 раз. Сколько захотелось, только и повторили. 1, 2, 10, 100. Здесь уже на ваш выбор. И потом, когда мы все это сделаем, мы берем наш фотоальбомчик и размещаем треугольник в альбоме лицом вверх. То есть лицом вверх это там, где наша фотография. Кстати, даже если треугольник у вас двухсторонний и желание вы пишете на двух сторонах, то фотография все равно только одна на лицевой стороне. То есть мы с вами поместили треугольник в альбом и теперь мы можем переходить к третьему шагу. То есть мы берем второй красный треугольник, делаем все то же самое, клеим свою фотографию. И под фотографией мы пишем свои материальные желания. И внизу мы пишем ту же самую мантру вам. То есть материальные желания, то что мы хотим купить, чем мы хотим обладать, сколько мы хотим денег, какую мы хотим зарплату и так далее. То есть все, что связано с деньгами и материальными какими-то желаниями, то мы все пишем сюда. И активация это пойти в какое-нибудь дорогое место, где вы еще не были, и что-нибудь купить. То есть, например, можно попить кофе в дорогом ресторане. Второй вариант активации это купить себе что-нибудь, о чем вы давно мечтали. Третий вариант активации это заработать денежку каким-нибудь нестандартным путем. Что такое нестандартный путь? Ну, если мы работаем на работе, то у нас работа это наш стабильный, постоянный, стандартный источник дохода. Если мы взяли и, например, продали какую-нибудь кофточку нашу старую, получились денежки, то продажа кофточки это нестандартный для нас источник зарабатывания денег. Поэтому в такой день можно заработать денежку каким-то нестандартным путем. В принципе, можно попросить подружку купить у вас что-нибудь, какой-нибудь карандаш, хотя бы за доллар или за 2 доллара. Это тоже сработает. То есть не обязательно делать все три активации, хотя это будет дополнительным усилением. Можно выбрать что-то одно. И опять же, в течение дня мы повторяем мантру ламп. И потом, когда мы все это сделали, мы размещаем треугольник в альбом поверх предыдущего. И переходим к четвертому шагу. Мы опять делаем все то же самое. Это наш последний, третий красный треугольник. И тут мы пишем желания, связанные с отношениями, с другими людьми, но не с нашими близкими, не с нашей семьей. То есть с нашими коллегами по работе, с нашими соседями, друзьями. То есть со всеми теми людьми, которые нас окружают. И активация сделает что-то доброе и хорошее для других людей. Для коллег, для соседей, для друзей. И так далее. То есть можно сходить и купить для соседки хлебушку в магазине. Можно подарить своей коллеге шоколадку. Можно пригласить свою подружку куда-нибудь на кофе. И здесь опять же, чем большее количество людей вы что-нибудь хорошее сделаете, тем более эффективно будет работать эта техника. И опять же, в течение дня мы повторяем мантру ламп. И вечером мы ложим треугольник в альбом. И опять же поверх предыдущего. День пятый. Ура! Красные треугольники закончились. Теперь мы берем оранжевый треугольник. Размещаем свою фотографию ближе к верхушке. И под фото мы пишем желания, которые связаны со здоровьем и с рождением детей. Ну, конечно же, если мы хотим рождение детей. Если мы не хотим детей заводить новых, то тогда, конечно же, мы пишем только желания, связанные со здоровьем. И внизу мы пишем мантру вам. И мы активируем треугольник. Как же мы активируем? Мы делаем что-то полезное для своего здоровья. Идем в бассейн, идем в спа-салон, идем на массаж, гуляем в парке, начинаем пить витамины и так далее. То есть мы делаем что-то, направленное на укрепление здоровья. Но в этот день ни в коем случае нельзя начинать никакое лечение. То есть мы только укрепляем наше здоровье. И в течение всего дня мы повторяем мантру вам. И вечером мы размещаем треугольник во льбоме поверх предыдущего. Шестой шаг. Мы берем желтый треугольник, размещаем свою фотографию. И по фотографии пишем наши желания, которые связаны с эстетикой, культурой или искусством. То есть помните, я говорила, что иногда нужно будет писать весьма странные желания. Но очень важно написать их все. Это, пожалуй, первый странный треугольник. То есть если вы хотите, например, ходить в какой-нибудь музей. Если вы хотите часто посещать какие-то выставки, театры, кинотеатры. То есть все эти желания мы пишем именно здесь. И внизу мы пишем мантру Рам. И далее мы должны активировать наш треугольник. Как мы активируем, все понятно. Мы идем в театр, идем в музей. Здесь ставим какой-нибудь художественный журнал. Смотрим хороший фильм и так далее. И в течение дня очень полезно повторять мантру Рам. Ну а вечером мы размещаем треугольник в альбоме поверх всех предыдущих. День седьмой. Мы берем наш зеленый треугольник. Размещаем свое фото. И под фото пишем все желания, которые связаны с учебой и знаниями. То есть все то, что мы хотим научиться делать. Все те курсы, которые хотим посетить. Например, если мы хотим поступить в институт или какой-нибудь колледж. Все эти желания мы пишем здесь. И внизу мы пишем мантру Ям. И активируем. Как мы активируем? В этот день нужно узнать что-то новое. То, чего вы не знали. Ну, например, можно взять и выучить несколько слов на каком-то языке иностранного. На французском, китайском, либо английском. В течение дня полезно повторять мантру Ям. И мы размещаем треугольники в альбоме поверх предыдущих. То есть, что вообще я имею в виду под словом поверх предыдущих. То есть, если у нас просто папочка, в которой нет файликов, то мы просто складываем треугольники один на другой. Если в папке есть файлики, то мы вставляем треугольники в файлики, чтобы они не испортились. Но начинаем это делать с конца. То есть, самый первый красный треугольник мы вставляем в самый конец папки. И остальные треугольники вставляем перед ним. День восьмой. Это голубой треугольник. Традиционно наша фотография. И здесь мы пишем наши желания, связанные с самодисциплиной и целеустремленностью. Например, думаю, что многие хотят вставать раньше. То есть, например, я очень хочу. Хочу уже очень много лет. И все хочу, хочу, хочу. И желание сбывается. Я по-прежнему хочу, но мало что для этого делаю. То есть, например, если мы хотим стать более организованными. Если мы хотим себя дисциплинировать и перестать опаздывать. То есть, у многих есть такая проблема. Все эти желания мы пишем именно в этот треугольник. Внизу мы пишем мантру хам. И активируем. А как активируем? Двумя способами. Нужно проявить какую-то самодисциплинированность. Например, взять и в этот день встать хотя бы на полчаса раньше. Как бы сложно это не давалось. То есть, встать не в 12 дня, а хотя бы в полдвенадцатого. И второе – это написать список целей. На ближайший год, если мы делаем треугольники на год. Либо на более долгий период, если мы делаем их на более долгий период. То есть, в этом треугольнике важно сделать и первое, и второе. И проявить какую-то дисциплинированность. И написать список целей. И в течение дня мы повторяем мантру хам. И опять же размещаем наш треугольник в альбоме. Девятый шаг – это уже синий треугольник. Там мы пишем наши желания, связанные с интуицией. И нашими отношениями с миром. То есть, здесь можно написать, что мир всегда вам помогает. Всегда приходит вам на помощь. Вы всегда находитесь под его защитой. Вы всегда избегаете неприятностей и так далее. То есть, все такие желания мы здесь аккуратненько записываем. Внизу мы пишем мантру ОМ. И активируем наш треугольник. Здесь активация немного. Это купить лотерейный билет. То есть, неважно, выиграете его, либо не выиграете. Скорее всего, вы не выиграете. Но очень важно его купить именно в этот день. И в течение дня мы повторяем мантру ОМ. Ну, а потом опять же мы размещаем треугольник в альбоме. Десятый шаг – это фиолетовый треугольник. Опять же, наша фотография ближе к верхушке. И под фото мы пишем все желания, связанные с добром, прощением, решением каких-то проблем. То есть, если вы хотите, чтобы был мир во всем мире, то это желание для этого треугольника. Если вы знаете, что кто-то на вас очень сильно обижается, и вы хотите с ним помириться, то это опять же желание для этого треугольника. Если вы на кого-то сильно обижаетесь, и вы очень хотите человека простить и отпустить, это тоже желание для этого треугольника. Внизу мы пишем мантру АУМ и далее мы активируем Как активируем мы либо просим прощения о тех, кого мы когда-то обидели То есть лучше это сделать вживую, позвонить, написать смс Если не получается вживую, то можно провести медитацию Где мы представляем образ этого человека и рассказываем ему все то, что мы хотим ему сказать Второе это простить тех, кто обидел вас Только простить действительно искренне и глубоко И опять же это можно сделать в медитации В этот день можно сделать что-нибудь доброе в плане благотворительности Например, перечислить денежку больному ребенку Либо дать милостыню бабушке у церкви и так далее Покормить бездомного котенка и так далее То есть чем больше добрых дел вы будете делать в этот день, тем лучше И в течение всего дня мы повторяем мантру Аум Вечером опять же размещаем треугольник в альбоме перед всеми, которыми мы делали раньше Одиннадцатый шаг Это розовый треугольник, наша фотография И это желание связанное с любовью и романтикой То есть все, что связано с любовью, с чувствами, вторыми половинками, свадьбой и так далее Это все желание для этого сектора И внизу мы пишем ту же самую мантру, мантру Аум И активация это А Устроить какой-то романтический ужин с нашей второй половинкой, если она у нас уже есть Второй вариант это пойти с кем-то на свидание Третий вариант признаться в любви Любимому человеку Ну разумеется, если вы действительно его любите Если у вас пока нет второй половинки, то можно провести медитацию Где представить себе, что она у вас уже есть Как вы сильно счастливы, что вы вместе и все у вас хорошо И в этот день можно признаваться в любви и миру Потому что мир это наша самая-самая главная вторая половинка Которая всегда с нами и которая нас любит и всегда готова нам помочь И в течение дня мы повторяем мантру Аум И опять же мы размещаем треугольник в альбоме поверх всех предыдущих Либо перед теми предыдущими Двенадцатый шаг Мы берем белый треугольник Ближе к верхушке мы размещаем свое фото И под фото пишем желания, которые связаны с мудростью, внутренним балансом И какими-то личными качествами То есть все то, что мы хотим улучшить в ее внутреннем мире Мы все пишем сюда И внизу мы пишем мантру Аум И далее мы активируем наш треугольник Как активируем? Например, можно проявить мудрость в какой-то ситуации Если будет такая возможность Можно проявить в какой-то ситуации какие-то свои лучшие качества Нестандартно поступить в какой-то ситуации Если же у вас не будет возможности все это сделать То тогда можно просто вспомнить какую-то ситуацию Когда вы поступили не очень хорошо Когда можно было поступить по-другому И представьте себе, что в тот момент вы действительно поступили по-другому То есть, например, вы поругались с мужем И дали ему по голове сковородкой То есть, в принципе, вы поступили немножко не очень хорошо И эту ситуацию возьмите и переиграйте То есть, что вы вместо того, чтобы мужа бить сковородкой Вы взяли и приготовили ему вкусный ужин Либо просто с ним спокойно поговорили И объяснили ему все свои претензии И в течение дня опять же мы повторяем мантру Аум И размещаем треугольник в альбоме поверх предыдущих И последний, тринадцатый шаг Мы берем золотой треугольник Какой-то он не очень на картинке золотой Но представим себе, что он золотой Размещаем свое фото И под фото пишем свои самые-самые заветные желания То есть, здесь можно продублировать и те желания Которые вы уже писали на других треугольниках То есть, это как в карте сокровищ Когда мы в центральном секторе Пишем свои самые-самые заветные желания То есть, то же самое В золотом треугольнике мы пишем свои самые сильные И самые заветные желания И активируем А активируем и очень просто Мы проводим медитацию, диалог с миром То есть, нужно просто сесть, уединиться И спокойно поговорить с миром Попросить его исполнять ваши желания Рассказать ему, что вы готовы давать ему взамен То есть, просто вот такой личный диалог Что именно говорить, я вам не скажу Вы это уже поймете сами Когда этот шаг у вас наступит И в течение дня мы повторяем мантру Аум И опять же, мы размещаем треугольник в альбоме Перед всеми предыдущими То есть, когда мы откроем нашу папку Он у нас будет самым первым То есть, в итоге золотой треугольник должен лежать самым первым Потом фотоальбом лучше всего красиво перерезать ленточкой И положить под кровать Или в другое любое место Но важно, чтобы он лежал именно в вашей спальне Что потом? То есть, перечитывать желания не нужно Вообще, лучше все эти треугольники в течение года не беспокоить Но если у вас возникнет острое желание их взять и перечитать А такое чаще всего происходит То тогда нужно их достать Аккуратно посмотреть И положить на место Но порядок треугольников, конечно же, меняться не должен Он должен быть точно такой же, как и был И все это время полезно повторять те мантры, которые были написаны на треугольнике Это лам, вам, рам, ям, хам, ом и аум Чем чаще вы будете их повторять Тем сильнее будут ваши треугольники работать Что же делать потом? То есть, если вы написали желание на год То в конце года Опять же, либо нашего традиционного, либо лунного Мы должны треугольники сжечь Но, конечно же, мы должны поблагодарить их за помощь И поблагодарить за все те желания, которые они исполнили Если вы писали желание на более длительный период То тогда сжигать в конце года ничего не нужно Это нужно будет сделать тогда, когда все желания сбудутся Или если пройдет 4 года Даже если какие-то желания будут еще актуальны Их нужно будет переделать заново Если желания будут неактуальными Ну, такое бывает Что-то мы хотим, а через год мы этого уже не хотим Если такое желание 1-2, это не катастрофа Но если таких желаний больше половины Тогда, конечно же, треугольники лучше переделать Если ваши желания кто-нибудь прочитает То есть, в этой технике это очень важно Чтобы эти желания были вашим личным Вашим интимным И никто не смог их прочитать Если так случается, что их прочитают Кто-то их потрогает своими ручками То тогда их нужно будет сжечь и сделать новые Пусть даже точно такими же желаниями Нужно будет уничтожить треугольники И их переделать, если они повредятся И шестой пункт Если вам нужно будет переехать в другой дом То есть, треугольники, они привязаны именно к дому Их не рекомендуется перемещать И если так случается, что вы куда-то переезжаете То тогда старые треугольники нужно будет уничтожить И сделать новые Вот и все То есть, по данному ритуалу, по данной теме сказать больше нечего Я вам очень советую попробовать данную технику Потому что она действительно очень классная И действительно очень эффективная